ребята всем привет очень частый вопрос который мне задают сергей риэлтор поэтому расскажите пожалуйста о том насколько популярна идея в канаде покупать землю с целью того чтобы построить свой собственный дом и как вообще это сделать насколько это правда насколько это выгодно ну давайте для начала я вам скажу такую вещь я в бизнесе 19 лет я имею работу с канадской недвижимости уже 19 лет за это время я естественно проделал сотни сделок по покупке и продаже недвижимости но если вы меня попросите припомнить какую-то сделку по покупке земли то думаю что в лучшем случае я вспомню может быть одну вот чтобы вы имели просто представление насколько эта идея популярна теперь давайте разбираться почему я знаю что в россии в странах снг на сегодняшний день уже многие люди строят дома как это принято на западе то есть приглашает строительная какая-то компания которая возводит для вас ваш дом приглашается архитектор делается все по проекту и так далее тем не менее из разговора с риэлторами знакомыми с моими родственниками я знаю о том что по-прежнему есть много людей которые говорят давай пойдем где-то выберем там кусок земли где нам понравится сами на коленке где-то дома нарисую ну я имею в хорошем смысле слова я без иронии то имею ввиду дома сядем нарисуем что здесь у нас там будет окно здесь у нас будет санузел вот здесь у нас будет кардеробная ну то есть как бы мы с сами придумаем дом нашей мечты вы знаете основной типичная ситуация которую испытывают новые иммигранты или люди которые собираются ехать в страну она заключается в том что люди все-таки по-прежнему верят в то что канада это вот примерно такая же как украина или там россия беларусь но только вот какие-то матерные слова на заборе пишется там английскими буквами на самом деле я в шутку конечно говорю на самом деле это очень очень разные страны если вы захотите пойти купить землю то в принципе наверное в теории это можно сделать но у нас землю вы можете купить где-то на окраине города то есть вот где закончилась уже линия строительства и где-то вот за пределами города вы наверно сможете ее купить может быть может быть почему может быть потому что как правило у нас вот эту землю так вот просто пойти кусок земли купить довольно сложно как правило все эти земли принадлежат строительным корпорациям они их скупает гектарами причем они скупают там где-то 20 30 лет тому назад когда черта города еще туда даже не пришла они покупают их там за бесценок потому что они к этому времени ничего ничего не стоят а потом они 20 30 лет ждут когда этот город туда дорастет и вот когда он дорастет на дани начинают открывать строительные сайты. И на этих гектарах они строят там тысячу, две, пять тысяч домов, понимаете? Можно ли купить там землю? В принципе, в теории можно. Вы можете прийти к строительству и сказать, ты знаешь, можно мне купить у тебя землю? Может быть, строитель согласится, скажет, да, но тогда я буду тот, кто будет тебе этот дом строить, понимаете? То есть ему невыгодно вам просто продать землю, он на этом недостаточно зарабатывает. Тогда получается, насколько это выгодно и интересно вам, потому что строитель, как правило, если он строит там тысячу домов, у него есть там дома с площадью полторы тысячи скверфит, две тысячи скверфит, две с половиной, там три тысячи скверфит, то есть вы, в принципе, можете выбрать себе дом любого размера, который вам нужен. При этом в этой площади, как правило, есть по крайней мере четыре-пять вариантов домов, которые вам предлагает строитель, да, то есть не нравится тебе вот эта планировка, возьми вот эту, не нравится тебе та планировка, давай мы тебе предложим вот эту, если тебе эта планировка более-менее подходит, то давай, может быть, мы немножко там что-то изменим, там эту спальню не сюда сделаем, а сюда, ну какие-то простые вещи. То есть из того, что я говорю, понятно, что приходить со своим караваем, со своим проектом к строителю неинтересно и невыгодно. Но, опять же, даже если вам удалось договориться и сказать, слушай, мне ни один твой проект не подходит, я хочу, чтобы ты построил то, что мы с женой нарисовали вчера ночью у себя в спальне. Может быть, маловероятно, но может быть, билдер согласится, но опять вам это будет невыгодно, потому что такой дом обойдется на 10, 15, 20% дороже. Почему это происходит, понятно почему, да? То есть если вы приходите, скажем, в Макдональдс и говорите, сколько стоит Биг Мак, но они скажут, что у нас там комбы стоят там, условно говоря, 8-9 долларов, я не знаю, сколько там, да? Если вы им скажете, ребята, вы знаете, вот Биг Мак – это все хорошо, но я хочу, чтобы мне еще грибочки пожарили, немножко сосисечек туда построгали, картошечки добавили, пюре или еще что-то такое, то Макдональдс скажет либо спасибо, извините, мы этого делать не будем, либо они скажут, да, окей, но тогда это будет стоить не 10 долларов, а 20. Понимаете, да? Потому что есть процесс, есть конвейер, надо все остановить и начать заниматься, чтобы жарить там грибочки и так далее. Вот. Я думаю, что теперь становится понятно, почему сложно купить вот так кусочек земли где-то за городом и построиться самому. Ну, а самое главное, что, вот то, что я пытался вам объяснить, это, в общем-то, не очень целесообразно. В этом нет большого практического смысла. Это одна сторона медали. С этим разобрались. То есть, большинство людей у нас либо покупает ресейл, то есть, дома, где люди уже живут, мне здесь миллионы планировок разных, приходишь, смотришь, да, вот этот мне дом нравится, вот он с видом там на озеро, люди жили там 10 лет, вы, так сказать, покупаете, а не съезжают. Второй вариант, как мы говорили, вы идете куда-то на окраину, где в городе уже все давно построено, но за пределами города есть пустые территории, там вы у билдера купите, платите ему обычно 25%, как правило, и в течение, скажем, там полугода-года они вам построят. С небольшими изменениями, если вы хотите что-то изменить. С этой стороной медали разобрались. Вторая сторона медали считается у нас, что самая лучшая идеальная покупка, или, так сказать, вот самая идеальная недвижимость в Канаде, это абсолютно новый дом в абсолютно старом районе. Почему так? Ну, понятно, почему. Старый район, как правило, это где-то рядом с центром города, либо это где-то непосредственно на берегу озера находится, и там, естественно, все давно уже построено, а если вы хотите купить какой-то дом, то этому дому приготовьтесь к тому, что ему, скорее всего, будет какие-нибудь там 25-30-40 лет, что вам уже не очень хочется, вам хочется что-нибудь новенькое. Найти кусок земли в этом районе, как правило, не удастся, потому что обычно все уже застроено. То есть это довольно сложно. Что обычно люди делают? Они находят какую-то хибару, которая вот там где-то на уровне Пизанской башни уже клонится, и вот уже пора, так сказать, завалить ее. Они его сносят, эту хибару, этот дом, и строят на его месте какой-то современный, прекрасный, красивый дом. Вот тогда это получается очень интересная и выгодная идея. Но, к сожалению, в каждой сказке есть какой-то всегда момент, когда надо посмотреть и сказать, вот насколько это вообще сказка для меня реальна. Значит, я живу в Оквеле. Это такой достаточно небольшой городок. По-моему, 175 тысяч населения. Сейчас, наверное, уже может быть 180 тысяч. Если смотреть на Торонто, то это, значит, западная часть Торонто. Вы едете до Итобика, это будет окраина Торонто, потом идет город Миссисага, и только потом идет город Оквелл. То есть мы получаемся где-то в 30-40 минутах езды от центра Торонто. То есть, ну, в общем, я к тому это говорю, к тому, что город престижен, но, тем не менее, это определенная дистанция от Торонто. Тем не менее, Оквелл расположен, как и Торонто, так же, как и Миссисага, на линии озера Антерио. Это, в общем-то, как правило, самые престижные территории Земли. Поэтому, если я сейчас пойду с женой прогуляться, с Натальей, вот пока она на работе, если мы вечерком пойдем с ней прогуляться и найдем где-то какую-то хибарку, которую надо завалить, угадайте с трех раз, сколько эта хибарка будет стоить. Эта хибарка будет стоить, вместе с хорошим приличным куском земли, где-то в районе полутора миллионов долларов. Понимаете? Мы недавно посмотрели очень хороший кусок земли, и он, по-моему, стоил то ли миллион восемьсот, то ли миллион девятьсот. Представляете себе, да? Значит, смотрите, вам нужно пригнать экскаватор, бульдозер, который завалит этот дом. При этом вам надо, то есть, ничего не будет, абсолютно ничего, при этом это будет стоить там миллион восемьсот. Но пусть нам повезло, и мы купили его за полтора миллиона долларов. На таком хорошем куске земли, в престижном месте, какой-то крохотулечный дом вы строить не будете, в этом никакого смысла нет, неинтересно. Значит, этот дом должен будет площадью быть две с половиной, три, три с половиной тысячи скверфит. То есть, грубо говоря, где-то 300-350 квадратных метров, если говорить на наш российский, русский манер. Возвести такой дом будет стоить, наверное, что-нибудь в районе полмиллиона. На что мы с вами смотрим? Значит, в итоге мы заплатили полтора миллиона, плюс полмиллиона, два миллиона долларов. Понимаете? То есть, это все равно оправдано, потому что, когда вы возведете этот дом, скорее всего, если, допустим, вы его построили, под ключ все сделали, все, так сказать, отполировали, накрасили, то человек, который захочет у вас купить, он будет стоить этот дом, наверное, уже два с половиной миллиона, может быть, даже больше. То есть, в принципе, если вы захотите на этом заработать, может быть, вы заработаете там 300-500 тысяч долларов. То есть, это выгодно, это очень здорово. Но при этом надо понимать, что чудес не бывает. Если вы хотите шикарный дом в шикарном месте, это очень дорого. Мы с вами только что увидели на цифрах, это 2 миллиона долларов, вы на это смотрите. И мы с вами говорим про Оквилл. Если мы будем говорить там про какие-то места где-то в Итобике, в Торонто, возле берега озера, это будет окажется еще дороже. То есть, можно построить дом в Канаде, пойти купить кусок земли и построить самому дом? В принципе, да. Насколько это оправдано, я бы сказал, большого смысла в этом нет, если мы говорим про окраину. То есть, проще прийти к строителю, заказать дом и вам построят то, что вы выберете. Либо, если вы хотите в каком-то очень престижном месте снести недвижимость и построить свой дом мечты, то это можно сделать. Это хорошая идея при условии, если у вас есть те самые 2 миллиона долларов. Но давайте я не буду вас пугать этими двумя миллионами. Может быть, где-то вам повезет уложиться все про все. Я думаю, что это не так просто будет, наверное, маловероятно. Но может быть, вам удастся уложиться там в миллион долларов. Мечта. Но если мы могли бы с женой уложиться, мы бы это сделали. Потому что мы бы, наверное, потянули бы это, продав свою недвижимость. Думаю, что, еще раз говорю, думаю, что это маловероятно. Но может быть, да. Тем не менее, это все равно миллион долларов. Поэтому я думаю, что для людей, которые приезжают в Канаду и которые обладают там на старт 100-200 тысяч долларов, которые они с собой привезли, как вы понимаете, это в принципе не вариант. Это практически не по карману. С кредитами говорят, что вот можно взять кредит. Кредиты под землю банк дает очень неохотно. Банк очень охотно дает кредиты под сооружение, если на нем стоит уже дом, да, потому что он знает, что он может реализовать и получить как бы свои деньги в любой момент. Земля – это земля. Поэтому большого кредита вам будут его давать поэтапно, но лишь порциями для того, чтобы вы могли строиться. То есть, как вы, вероятно, знаете, я однажды рассказывал в начальных видео о том, что я инженер-строитель по образованию. Я закончил Московский институт инженеров транспорта по специальности ПГС – промышленное и гражданское строительство. Тем не менее, я в Канаде пока не готов к этой идее, потому что у меня нет миллиона долларов. Ну, наверное, мог бы я залезть в какие-то долги и сделать, но не очень хочется. А вот если уж говорить там про 2 миллиона долларов, то у меня их точно совершенно нет. Поэтому нам это не по зубам. Хотя я знаю, что Наташе эта идея очень нравится. Она мечтала бы иметь такой дом где-то недалеко от озера. Я тоже бы не отказался совсем, но тем не менее. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Как всегда, подписывайтесь, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Всего самого замечательного. До следующего раза и пока. Субтитры сделал DimaTorzok